здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня узор от вот этого джемпера брюнелла кучинели последняя модель ручная работа в общем пожеланий много у вас от него значит я порылась как обычно по сусекам наскребла у себя что наскребла вот такой вот образец связала наскребла в интернете схему переделала ее вот эта схема вот это описание и вот моя схема уже немножко переделала там совсем чуть-чуть вот смотрите что я переделала здесь вот эта изнаночная петля идет в середине листика от самого начала а в оригинале же она идет вот она видите со средины листика вот это и вся переделка так что я вижу по своей схеме вы можете по схеме оригинального узора но в самом свитере это это изнаночная не сначала так как я вам сейчас покажу из чего я буду вязать вот я попробовала кстати вот этот образец именно связан одна нить вот это ализе обе сал сал ализе обе сал обе цвет 01 с пайетками пряжа вот там оригинал предлагает нам хлопок и лен по моему девчонки пишите в комментариях у кого есть опыт кто знает как бы пряжа где какая кто пробовал и свое видение и чего бы вы связали вот я сейчас данный момент вижу из того что у меня есть скажу еще свое мнение чем бы заменила потому что у меня вот супер лана тик цвет 152 и цвет 142 и 01 вот это вот вот образец связан из этой пряжи из в 3 нити спицами номер 6 вот на такую плотность я буду ориентироваться потому что ну это у меня как бы осенне-весенний вариант это совсем не летних от не хотя там свитер я так понимаю что предполагается как летний тоже с именем как бы цветовую гамму вы можете подобрать какую угодно какую вы хотите вот заменить и супер лана тик две нити можно на одну нить и милана или сил карой сил кроял одну ниточку добавьте будет очень красиво и нежно вот либо cotton gold тоже одну ниточку либо если хотите тепленький то лана год 800 и намиксуйте себе оттенки вот я же вот связан по этот образец все-таки я наверное старых взглядов ну вот это модное веяние сочетание разных цветов вот такую вот цветную нить мне не нравится и я вот образец сейчас буду вязать именно 2 2 нити вот эти вот и без свитер я я так предполагаю в конце видео вам скажу 100 что 152 цвет и 01 2 нити 152 и 01 в одну не то есть три сложения вот так же я вижу сейчас образец я просто хочу посмотреть в образце и так девчонки число петель у нас кратно еще что хочу сказать что вязать буду джемпер на себя но при этом буду считать все размеры напишите мне еще в комментариях до какого размера вы хотите он будет не сложным это будет простой джемпер потому что нам нужно будет заморочиться на узор узор сейчас прям вам нужно начинать и тренироваться потому что я вот вот только к концу вот это его тренировки я как бы это до меня дошло и кстати на то что вот эта пряжа из бюджетных свитер получается довольно бюджетным и притом выглядит красиво с этими паеточками то есть я думаю вполне себе будет похож на оригинал и так девчонки число петель должно быть кратно 14 эти это наш рапорт вот 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 он рапорт состоит из вот этого промежутка между этими лицевыми но одна лицевая соответственно плюс одна петля это в образце плюс одна петля это в поворотных рядах если круговую то просто число кратное 14 здесь у меня 17 петель это 14 рапорт одна петля для симметрии и 2 петли к первый ряд начинаем лицевая накид что здесь удобно не никаких соблюдений уклон вправо-влево нет при этом узоре смотрю в оригинале точно так же вот все направо-налево никто не не заморачивается потому что вот это и будут меланжевой пряжи да и безобразно сейчас в моде как оказалось вот это же вы мне написали под прошлым видео так первый ряд кромочная 1 лицевая накид 2 вместе лицевой вот как лежит так я и вижу вот так и в схеме там 2 вместе лицевой накид 3 вместе лицевой 3 лицевые накид 3 лицевые и накид вот раппорт 14 петель если при круговом вязании сейчас вы начинаете с первой петли при поворотных рядах еще одна петля для симметрии она в раппорт не входит точно так же нарисована в схеме она отдельно изнаночном ряду петли вяжем по узору накид провязываем изнаночным изнаночной петлей вот и где была изнаночная провязываем лицевой так третий ряд лицевая накид 2 вместе лицевая изнаночная лицевая 2 вместе ой 3 вместе 3 вместе накид 5 лицевых накид лицевая изнаночный ряд по узору так пятый ряд 1 лицевая накид лицевая накид 2 вместе изнаночная 2 вместе накид 2 вместе лицевая изнаночная изнаночная лицевая 2 вместе накид 2 вместе лицевая изнаночный ряд по узору если это поворотные ряды то мы вяжем тоже по узору где лицевая лицевая накид провязываем лицевой где изнаночная изнаночная седьмой ряд лицевая накид лицевая 3 накид 3 лицевые 1 2 3 накид 3 вместе лицевой накид 2 вместе лицевой лицевая изнаночная лицевая 2 вместе лицевой накид лицевая изнаночный ряд по узору так девятый ряд кромочная 1 лицевая накид 5 лицевых накид 3 вместе лицевой накид 3 вместе лицевой лицевая изнаночная лицевая 2 вместе лицевой накид пишите накид кромочная триц port кромочная лицевая накид 2 вместе лицевая уже 2 вместе лицевая накид 2 вместе изнаночная 2 вместе накид лицевая накид и последняя лицевая изнаночный ряд по узору и вот весь раппорт высоту это 12 рядов ширину это 14 петель все-таки вот я связала этот образец мне нравится вот это вот сочетание пряжи вот по итогу это получается и не серая и не бежевая вот такая вот какая-то мышка мышка вот я буду вязать именно из этой комбинации вы девчонки подбирайте себе сейчас вы можете вот единственное что не могу сказать вот точно могу сказать что если в такой комбинации как у меня это 2 2 матка суперланы вот 2 матой 4 матка давайте посмотрим на метраж здесь на 75 процентов акрил 25 процентов шерсть и цвет 152 и и и 570 метров это значит 280 570 всего 570 всего потому что здесь у нас этой нити 2 нити и здесь давайте посмотрим тут у нас стопроцентный акрил 410 метров в общем 4 матка вот этой вот и 2 матка вот этой вот понятное дело что останется это ориентировочно на такой средний размер вот это единственное что я вам могу сказать кто в украине пожалуйста обращаемся по ссылочке под видео в описании за пряжей девчонки на сегодня все пробуем узор заказываем пряжу я вижу и пишем в комментариях пишем в комментариях если другую какую-то пряжу можете порекомендовать пишем девчонки прочитают потому что я знаю в комментариях читайте девчонки обязательно читайте все комментарии там очень много разных полезных советов всяких поэтому комментарии читаем вот девчонки кто знает кто видит у кого есть опыт с пряжей и видит эту вещь из той или иной пряжи тоже пишем пожалуйста в комментариях для нашего общего я же тоже читаю и я же беру информацию о пряже из ваших комментариев между прочим потому что у меня опыта как такового нет исходя из моего места жительства вот вот такой вот образец девчоночки все на сегодня все я насколько спокойно отношусь в пайетках к пайеткам но здесь они мне нравятся с вами была вика из школа рукоделия всем пока пока